Всех приветствую, я Дмитрий Нечаев. После сравнительно небольшого перерыва возобновляем нашу рубрику «Колонка главного редактора». Будем обозревать и осмысливать главные события за прошедшую неделю. Сегодня возьмем временной пласт чуть побольше, потому что мы не виделись около месяца, ну и к тому же сменился сезон, лето закончилось, наступила осень. Наверное, главным событием нынешнего лета, особенно первого половины, была борьба с коронавирусом. Было еще непонятно, кто кого, когда появится вакцина, будет ли дальнейший рост числа инфицированных. Ну и вот сегодня можно уже констатировать, что в целом ситуация с пандемией в нашем регионе развивалась по довольно щадящему и относительно позитивному сценарию. Сейчас уже гораздо больше поводов для оптимизма. Ну, судите сами, число вновь заболевших меньше, чем в начале лета, скоро станет доступной массовая вакцинация, коллективный иммунитет постепенно формируется и так далее. Но поводов для оптимизма будет еще больше только при том условии, что мы не будем расслабляться раньше времени и продолжим руководствоваться здравым смыслом и советами Роспотреба. Береженок, как говорится, Бог бережет. И вот, кстати, теперь немножко о недобереженных. Пожалуй, самым резонансным событием уходящей недели стала драматичная история с тверскими школьниками и инструкторами, пропавшими в сочинских горах. Для тех, кто не в курсе, подростки из лыжной секции с инструкторами в прошлые выходные пошли в небольшой турпоход горным озером под Сочи и заблудились. Из 11 человек телефон был с собой, и при этом он был активирован только у одного из них. Старшая группа не зарегистрировала маршрут загодя у спасателей, фишки на карту следования не нанес, средств спецсвязи и навигации с собой не взяли. Хорошо, что оказался хоть один активный мобильник в этой группе. Это в итоге позволило спасателям найти их и эвакуировать всех на вертолете. Ну, об уровне подготовки к походу красноречиво говорит и еще одна деталь. Во время вынужденной ночевки в горах ребята спали, прижавшись к друг другу и накрывшись брошенным кем-то дождевиком. Хорошо, конечно, то, что хорошо кончается, но... В общем, не буду я никак это комментировать. К большинству, наверное, и так, в общем-то, все понятно. А кому непонятно, надеюсь, пояснит Следственный комитет, который проводит проверку по этому инциденту. Ну, а теперь давайте перейдем к более близкой многим тверичам теме. Помните поговорку «Кто о чем? О вшивы и об они». Это нынче и про меня, и про тысячи других несчастных, которых лишили законного и оплаченного из своего кармана права пользоваться горячей водой. На самом деле, если кто-то не знает, то гигиеническим требованиями к обеспечению горячего водоснабжения по Санпину установлены также требования и к эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения, в частности, это пункт 3.1.11. По ним в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток, ну, две недели. Таким образом, если коммунальщики превышают указанные сроки, наши права как потребителей данных услуг нарушаются. Ну, кто ж этого не знает, кто в этом сомневался? Ведь у нас это почти сплошь и рядом, народ уже почти привык и знает, как к этому противостоять. Хотя нет, многие горожане, даже гражданские активные, как показала практика, оказываются почти беспомощными перед этим суровым испытанием, которому их коварные коммунальщики подвергают почти ежегодно. Я думаю, вы догадываетесь, сколько звонков поступает на наш телеканал по этой проблеме. Да и меня по дворам почти ежедневно обступают жаждущие благ цивилизации земляки, и как журналисты, как депутата просят о содействии в решении вопроса. Как вы понимаете, обе ипостаси, и представитель СМИ, и народный избранник, к сожалению, они не равны статусу доброго и всемогущего волшебника. Но кое-что мы можем, и наш телеканал не единожды помогал в разрешении подобных ситуаций. В принципе, я знал, где скрываются корни зла по этой проблеме, но для примера проделал весь путь, чтобы было понятно, как выводить на чистую воду тех, кто ответственен за ее бесперебойную подачу. И тут даже меня кое-что удивило своей абсурдностью. Например, в ходе общения с представителями госжилинспекции выяснилось, что эта контролирующая структура попросту не может в настоящее время полноценно выполнять свои функции, так как другое надзорное ведомство, прокуратура, приостановило проведение ряда проверок в связи с пандемией ковида-19, будь он неладен. В чем абсурд? Ну вот смотрите. С одной стороны, в период разгула заразной болезни, людям надо за собой тщательно следить. Тщательно следить за гигиеной, в первую очередь. А тут еще заканчивается дачный период, народ возвращается в город, дети в школу пошли, а воды-то горячей нет. И меры по контролю ответственных за ее подачу организаций тоже заблокированы. Понимаете? В общем, послали меня, ну в смысле по другому адресу, на горячую линию администрации Твери. Телефон на сайте, как оказалось, указан липовый. Вообще, я, знаете, пока обзванивал, наслушался вот этих роботов-автоответчиков, какой-то идиотской музычки, от которой, если ее слушать, то можно съехать с катушек. Короче говоря, это тоже был транзитный адрес, которого меня направили в объединенную диспетчерскую службу города. Вот тут уже по толкови пошел разговор. Специалист сразу, чувствуется, был погружен в специфику вопроса, разъяснил мне все про временную схему запитки трубопроводов, про то, что причины затяжного отключения в ремонте магистральных трубопроводов за Волжье, про степень износа сетей, ну и так далее. Но поскольку в кранах у жителей после этого, как говорится, не зажурчало, я решил пообщаться с теми, откуда точно должно зажурчать. То есть с Тверской генерацией. Скажу честно, что я был заряжен вот этим праведным негодованием, которое мне передалось от наших зрителей и горожан, которые пишут в Городскую думу. Но, знаете, сотрудница была настолько деликатна и сама буквально пропитана скорбью от происходящего, что разговор пошел в мирном и конструктивном ключе. Тем более, что она сообщила мне два очень важных и обнадеживающих момента. Первое, что она сказала. Причина затяжного отключения горячей воды в том, что вновь прорвало трубы на пересечении улиц Мичурина и Карпинского. Вот, наверное, многие хорошо знают эту воистине патогенную зону. Прорыв трубы здесь носит, мягко говоря, перманентный характер. Но завершить работу должны уже завтра. И это обнадеживает. Естественно, мы это проверим. И второе. Как известно, лишенные сверхнормативных сроков горячей воды горожане по закону имеют право на сатисфакцию. Ну, или, проще говоря, на перерасчет за недополученную услугу. И даже уплата неустоек, штрафов, пений в размере, указанном в законе Российской Федерации о защите прав потребителей. Возьмите, кстати, себе это на заметку. Но добиться этого можно, лишь доказав факт реального недополучения услуги. Вопрос. Кто уполномочен ее надлежащим образом зафиксировать? Ну, например, комиссия вашей управляющей компании. Но в данном вот нашем случае, еще проще, генерация заверила, что они сами строго фиксируют факты недопоставки услуги. И в завершении важное замечание. Вышеуказанные права касаются прежде всего самих потребителей. Чтобы ими воспользоваться, необходима инициатива самих граждан. Так что боритесь за свои права, если уверены в своей правоте. А мы вам в этом обязательно поможем и вместе обязательно победим. Ведь сила, как известно, в правде. Всем хороших выходных. С вами был Дмитрий Нечаев. До встречи.